Меня забыли в магазине, на полке я в трясине Здарова, ребята, меня зовут Максим А это значит, что сегодня мы снова будем пить с вами пиво Пришло время, как это сейчас модно говорить, закрыть гештальт Привет из 22 года, если смотрите меня из будущего Сегодня, как вы, наверное, догадались уже из названия видео, да и из этой композиции Мы будем пить с пива Бёрнинг в третий раз Заключительный обзор, так сказать Финал трилогии Властелин колец, первое, что приходит на ум, когда я думаю о трилогиях популярных Назад в будущее, да и что-то мне больше ничего на самом деле в голову не приходит Пишите в комментах, какие еще знаете популярные трилогии И вот, так сказать, в ряду популярных трилогий Скоро будет еще трилогия обзора на пива Бёрнинг на моем канале Да, в общем, сегодня будет много разговоров, скорее всего Помимо того, что мы будем, понятное дело, как обычно, пить пиво непосредственно Давайте не будем затягивать Перейдем к первому пиву и попутно поговорим А начнем мы сегодня с кириешек То есть с томатной газе, сухарики со вкусом лисичек в сметане В прошлый раз, в принципе, кириешки Ну, сами понимаете, смотришь на этикетку и хочется говорить название кириешки В общем, в прошлый раз пиво из этой серии мне, в принципе, понравилось Показалось, по крайней мере, неплохим Решил начать именно с него сегодня Но сразу же, что меня смущает Я как бы обычно говорю в своих видео то, что мне не пугает какой-то осадок, да, в пиве Когда там что-то плавает Но вот в случае с пивом Варни Бернинг Меня это стало напрягать После того, что плавало в стакане Когда я налил туда пиво С луком и сметаной Это, конечно, оставило след моей психики Теперь отношусь с недоверием Здесь вот тоже Как будто бы кто-то что-то помыл Грязное в моем стакане Что-то жирное Вот, ну, прям жир конкретно плавает Как будто бы И на стенках такая остается неприятная А как все хорошо начиналось, да? Первое пиво маковское Я думал, ооо, вот это будет балдеж Да, оно и было балдежным Но чем дальше я знакомился с их ассортиментом Тем менее оно для меня становилось привлекательнее Конкретно по этому пиву 11 мая дата розлива 5,5 алкоголь Плотность 14 Все, в принципе, как всегда По составу Томатная паста Паприка Соус кисло-сладкий Морская соль Мазилик Прованские травы Чеснок Гранулированная Смесь перцев Бальзамический уксус После кисло-сладкого соуса Две запятые Вот, видимо, между этими запятыми Должно быть еще пункт Утилителей вкусов Ароматизаторы Вкусовые добавки Ну, старая партия 11 мая Как мы выяснили В прошлом обзоре Они, начиная вот с этой серии Начали писать Химозину В составе Ну, посмотрим У меня есть краб Принглс Как там будет состав Специально не дадил сразу до конца Чтобы возболтать Остатки в банке Чтобы, так сказать Не упустить Самые вкусняшки Сейчас мы их все Вылим в стакан Ох, я сегодня Настроен Серьезно Так серьезно настроен Что даже забыл Выключить вентилятор Да здравствует тишина Надеюсь До этого момента Было нормально Слышно хоть что-то А я думаю Чего мне так комфортно Болтать Все-таки Когда есть какой-то Шум на фоне Как-то легче А когда в полной тишине сидишь В пустой квартире Сумасшедшим Тебе немного чувствуешь Так Запах Ну как бы Знаете Налить Три стакана Вот это Но все-таки Вот здесь Из-за того Что хрен В этих сухариках Был Там он как-то Все-таки Давал о себе знать То есть Невозможно было Его не заметить Здесь же Но опять Смесь специй На основе Томатного газа Гоза Как вам больше нравится Типичный Запах Бернинговский Не, вкусно На самом деле Вот здесь Я не могу Придраться Что пахнет Отвратительно Нет, вкусно пахнет Ладно, давайте попробуем Ну да Томатная газешка В которую кинули Кубик Знаете Маги Багалина Бланка Со вкусом Грибочков Вот стопудово Так, сейчас сравним состав Конечно Кистосладкий соус Он такой Видимо волшебный Ингредиент Который так Кардинально Меняет вкус Пива, да? Да Блин Вот реально Это Отвратительно Вот это То, что Ну я не знаю Может быть, конечно Я не верю, что он мог у меня Как-то испортиться За эти Три месяца Как бы у него срок годности Сколько год? 240 суток Сегодня у нас 20 августа Да? 11-я моя дата розлива В холодильнике Стоял комфортно Во многих Кстати говоря В магазинах Не везде есть Холодильники Тот же самый Мирбир Посмотрите Зайдите У них там Половина пива Без холодильников Стоит Так что Возможно Даже и лучше Что оно у меня В холодильнике стояло Хотя я обычно покупаю В таких местах Где в холодильнике Все стоит Пишите в комментах Если брали это пиво И у вас Вот не было Этого Жирного Налета В этом пиве Мне прямо Даже губы жирные От него стали Господи Как будто бы взяли Бичку Со вкусом грибов И Высыпали в стакан И приправу И жир Из пакетика И все Вот Напей Балдей Не знаю Может быть Если это Хотя бы Как-нибудь Отфильтровать От этого Мусора И поприятнее Будет пить Но Последний момент Последней каплей Моего терпения Был Это Жир На губах Это просто мерзко А так Абсолютно Грибов Хоть Шампиньонов Разве Что Не поганок А так Пишите в комментах Если вы эксперт Грибной Что это за грибы Во вкусе По-моему Порошковые Давайте дальше Второе пиво На сегодня Это Бернинг Брювери Томаты Газа Краб Опять То что я говорил Ну Нигде Не написано Что это Со вкусом Чипсов С крабом Просто Этикетка Заигрывает С дизайном Принглс Да Кстати говоря Напишите в комментах Разве есть Принглс Краб Я вот что-то не припомню Не помню Лэйскраб знаю А вот Принглс Не уверен Хотя их столько разных вкусов Я не помню Так 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 Дата розлива 27 июня Томатная паста Паприка Соус Сладкий Морская соль Базилик Прованские травы Чеснок Гранулированный Смесь перцев Вазимический уксус Хмели продукты Комплексная пищевая добавка Глюкоза Мальтодекстрин Соль Усилители вкуса И аромата Ароматизаторы пищевые Ну спасибо Честно Честно Ребята Потому что Настолько Сильно пахнет крабом Как будто просто Хотел сказать Крабовые палочки Но в крабовых палочках Они не с краба делаются Да Ну в общем Крабом Очень сильно пахнет Если бы здесь Не было написано Что здесь Какие-то ароматизаторы Ну Да даже Да да Здесь бы не написано Ну здесь и дураку понятно Что что-то есть в составе грибной А здесь вот Есть ароматизаторы крабовые Сейчас тоже Сболтанем Со дна Чтоб все извлечь Так сказать Ну могу похвалить Это пиво За то что здесь По крайней мере Не плавает Никакая мерзость В стакане Нет этого Жирного осадка Как там Или как в том Принглсе Мерзотном Да и знаете Цвет такой необычный Такой прямо Настолько насыщенный Яркий красный цвет Я такого Даже Не припомню В каких томатных газешках Не видал В общем Не у хопхеда С его борщами Нигде наверное Запах конечно Это вообще Отдельный разговор Чипсы крабовые Просто отдыхают Очень сильно пахнет крабом Кстати говоря Насчет Принглсов Я в итоге Нормально допил Тот Вот Сметанно-луковый Принглс В конце концов Нормально Он у меня зашел Ну Это было не худшее пиво Так скажем В тот вечер Было им приятно Запивать Вот эти острые Хреновые Ну Я имею ввиду От слова хрен Не то что плохие В кирешке Ну ладно Давайте попробуем Это очень странная тема Очень странная Ну знаете Вот мне почему-то кажется Я у них не брал Не брал У них Скинки в томатном соусе Газешку Но мне кажется Что она плюс-минус такая же А еще после этого У них вышла с красной икрой Опять-таки знаю Что это пивоварня Как они делают свое пиво Мне кажется Там тоже Плюс-минус Что-то такое Ммм Да что Что за Какая-то красная Кусок чего-то красного Как будто икры Только вспомнил пиво с икрой Но очень странно Извините Надеюсь вам не слишком мерзко от этого Мне очень просто было интересно Что это такое Я не понял Как будто Реально Икринка какая-то попалась А что Ну на дне Блин Она очень густое Не видно Что там В нем плавает Но я был удивлен Он даже не просвечивается Насквозь Настолько густое Сюрприз Сюрприз Вот знаете Во вкусе реально Больше Как будто бы взяли От кильки В томатном соусе Кильку съели А соус Сакан слили Вот что-то такой вкус Тяжело его Сразу много пить Помню Несколько лет назад Давно Еще когда в Уфе жил У ТБПшников Вышел обзор По-моему на пивоварню Ред Баттон И они там пили Как раз таки Ред Баттон Сделали пиво с икрой Вот интересно Как у них это Получилось И на тот момент Это казалось Вообще конечно Такой полной дичи Это еще Ну грубо говоря На заре Российского крафтоварения Казалось прям Очень необычно Интересно Они тоже просто Химозины бахнули В чан Или как-то Заморочились Интересно Нет Не хочу Я пока больше Это пить Может быть потом Допью потихоньку А пока что Давайте Последнее пиво Посмотрим Последнее пиво Последнего обзора Про бернинг Мы верим в лучшее Бернинг Брюри Пепперони Пепперони Томата Газе Я тоже верил Ребята Я тоже вам верил 5-5 Алкоголь 14 плотности 23 мая Дата розового Решил Напоследок Его выпить Потому что Вот Ну похоже Тоже пицца Похожа по дизайну Вот на эту Тему Кватро Формаги Просто Кватро Формаги Я не допил Я его вылил Это очень большая редкость Для меня Когда я пиво Не допиваю Но это пить Было реально Невозможно Если вот От Ветчины С сыром Я обосрался То от этого Меня тошнило Но я слава богу Не блеванул Я просто решил Не допивать Не знаю Что было бы Если бы я это допил Это была Очень странная тема И кстати Я в том обзоре Сказал то Что это Практически то же самое Знаете Все таки Здесь вкус Ветчины был А вот Кватро Кватро Формаги Нет Там был Чисто Сырный Ароматизатор Так Ну ладно Уже Хватит о старом Давайте посмотрим Здесь что у нас По составу Я в принципе Уже наизусть Практически Выучил этот состав Томатная паприка Томатная Томатная паприка Да что это такое Я второй раз Оговариваюсь Томатная паста Паприка Соус кисло Сладкий Соль Перец Кориандр Все Забыл Как стихотворение В школе Томатная паста Паприка Соус кисло Сладкий Соус барбекю Вот Новиночка Морская соль Базилик Прованские травы Точно Прованские травы Забыл Чеснок Гранулированный Смесь перцев Бальзамический уксус Мне уж смешно Просто Читать их составы Вау Ну Посмотрим Что Привнес Во вкус Соус барбекю Так Сейчас Как обычно Размешаем Все это Дальем В стакан Интересно Здесь все-таки Акцент на пепперони Сделан Возможно Здесь не будет Так сильно Сырной химозиной Это отдавать Сейчас мы Разберемся Выживем эту банку Бернинг Бернинг Такие надежды Подавал Кстати Я понял Недавно Я в ком-то обзоре Сказал То что Мне напоминает Их пиво Ну Такое Вот Типа Самое Базовое Без лютой Химозины Вот Типа Этого Вот Допустим Маковская картошка Напоминала Мне От Дискаври Их Газешку Поправляйся Которая На которой Первый мой обзор Там был С помидорами Или Опасайся С перцем Вот Что-то Похожее База Так сказать Так вот Я понял Одна и та же По сути Контора Вбб Дистрибьюшн Пряный хмель Бернинг Брювери И Дискаври Это их бренды Вот Такая Вот История И там еще много На самом деле У них брендов Я уж не знаю Как это работает Я не настолько Прошаренный Давайте Что-то Чем пахнет Кстати Блин Прикольно Пахнет Реально Пеперонькой Кайфово Я бы сказал Отвечаю Да Вкусный Запах Копченой колбасы Причем Не просто Копченой колбасы Как будто Палки колбасы Реально Как будто Из пиццы Прикольно Не Ребята Не подумайте Что я хейтер Я говорю Все как есть Мне вот Если мне нравится Я говорю Что мне нравится Вкусно Я говорю Что мне вкусно Если Одно и то же Пиво Просто этикетки Разные Я говорю Что это то же самое Пиво С разными Этикетками Давайте попробуем По вкусу Уже не так Прикольно Все таки Знаете Нет Вот этого Химозного Сырного Ароматизатора Как там Ни вообще Здесь нет Ни в запахе Ни во вкусе Уай Чувствуется Вкусно Колбасы Копченой Но Как бы это Назвать Я не знаю Не могу сказать Что прям Вяжет Как будто Ты хурму ешь Но видимо Какая-то химозина И она на языке Оседает И ты ее чувствуешь Вот какая здесь Она была Такая же и здесь Я не знаю Как это работает Но вот в этих пивосах Такого нет Но это Но это ее ни с чем Не перепутаешь Один раз Достаточно попробовать Если ты снова попробуешь Ты поймешь Что это оно Не помню Не помню Была ли она Витчинер Потому что уже давно Ее пил Но вот это Я очень хорошо Запомнил У нее было Кстати дополнительные Инфы Не в Антапте Нигде Так сказать Ну Вконтакты К ним не заходил Уж Не проверял Пишут ли они Там что-то такое Везде Довольно-таки Поверхностная Информация Просто вот Газешка Такая-то Такая-то Кстати вот Допустим У них где-то написано В какой-то из соцсеток То ли в Антапте То ли еще где-то Что Чипсики Краб Все дела А вот Хотя на банке Я не вижу Никаких упоминаний Чипсов Ну кроме Конечно же Картинок И вот здесь Сзади написано Чипс Но опять-таки Это просто картинка Какая-то Да Причем Пачка-то Ну такая нарисована Не Принговская Здесь тоже Обычная Почему-то Вот здесь Написано Со вкусом Сухариков Со вкусом Лисичек И сметаны А здесь Не написано Что со вкусом Чипсов Может просто Кто-то Не досмотрел Я не знаю В чем прикол Почему они Здесь не написали Там от газы Весь чипсов Весь скраб Не знаю Ну типа Здесь тоже Просто вкус Химозных грибов Нет вкуса Какой-то Ну типа Сухариков Непосредственно То есть хлеба Да Так же Здесь Вкус Я Ну типа Им пофиг Соответственно Здесь нет Вкуса чипсов Ну картошки Да Можно было написать Пофиг И так пойдет Кстати Вот эта Мерзота Она так На фракции Разделяется Я об этом Уже говорил Кстати говоря Вот в этом Оно схоже С пивом Опасайся С первого обзора Там тоже Сверху Такая прослоечка Прозрачная А может Это жир Отделяется Я не знаю Но это очень странно Очень густой Осадок Ну да Тогда я еще Был Молодой Неопытный Три месяца Насад Сейчас Ты все Уже Все попробовал Ничем не удивишь Тогда мне Оказалось Прикольно То что Ооо Ничего себе Сколько они Приправы В пиво Забабахали А сейчас Я думаю Оооо Что за Жесть Что за Химоза Ну как Всегда Как Всегда Это Самое Слабое Пиво Сегодня Из трех А если В целом То Вся Вот эта Линейка Пицца Ветчина Это Самая Слабая В принципе Тема У них Вот Вышло Уже После Того Как Я Перестал Покупать Слава Богу Что я Начал Уже Наконец-то Это пиво Пить А то У меня Копилось 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 Если бы Я Продолжал Не пробовать А просто Покупать Я Не знаю Мне было Очень грустно От того Что у меня Так Много Невкусного Пива В холодильнике У них С Мексиканской Темой Вышло Пиво А я Как Знаете Наверное Что я Любитель Всякого Мексиканского Из-за того Что я Просто В Мексике Дофига Раз был Мне Эта тематика Интересна А у них Как раз Вышло Пиво Кесодилья Что ли Там Так Или Что-то Типа Того И Блин Так Красиво Интересно С одной Стороны Если бы Они Хорошее Впечатление На меня Произвели Я бы Конечно Купил И попробовал Но Увы Ах Там Получается Сырная Тема Такая Мексиканская Да А я Уже Знаю Каким Образом Они Допивают Сырного Вкуса И Честно Говоря Неинтересно Совершенно На самом Деле Грустно Что Такое Происходит Я Конечно Ну Можете Считать Меня Наивным Но Я Почему То Верил То Что Крафтуху Делают Фанаты Для Фанатов То Есть Как бы Ценник Приличное У Во Что Люди Вкладывают И Душу И В целом Стараются А когда Кто-то Просто Хочет По легкому Деньги Срубить С помощью Вот Этикеток Таких Ярких Привлекательных При этом Вообще Не заморачиваясь Что У них В банке Налит Это Как-то Печально Может Я Конечно Ошибаюсь И Там Реально Люди Душу Вкладывают А Получается Вот Такая Вот Шляпа Ну Тогда Я Не знаю Да Я Не представляю Кто-то Попробует И Будет Доволен В итоге Результатом Типа О От души Мы Постарались Вот Знаете Маркетологи От души Постарались Которые Придумали Всю Эту Тему С Таким Дизайном А Тот Кто Над Составом Пива Думал Вот Что-то Они Как-то С Халтурили Я Считаю Фу Нет Притом То Что Я Еще Даже Полстакан Не Выпил Я Не Знаю Вообще Чем Я Смогу Ль Допить Или Вслед За Акватор Фармаги В Унитаз Пойдет Будет Видно Потом Может Быть Расскажу Где-нибудь Как-нибудь Ну Знаете Вот Реально Как Все Хорошо Начиналось С Макс Картошкой Это Прям Это Был Такой Восторг Глаза Горели Знаете Даже На фоне Уже Всего Этого Мне даже Тут Вишневый Йогурт Не Таким Плохим Кажется Хотя Опять Таким Теперь Сомнения На Не Туда Что Добавили По Факту Что За Сок Вишни Нет Нет Ну Доверие Просто Потеряли Мое Чуваки Я Ничего Не знаю Что Добавится Пивасов Они Конечно Выпускают Прям Вообще Один За Одним Всякие Разные Интересные Вот Эти Саурки Со Вкусом Сырков Огромная Просто Линейка У них Вышла Со Вкусом Баскин Робинс Сейчас Самое Последнее Это Саурель Типа Можетель Ну То Типа Так Было Классно На Них Делать Обзоры Такие Яркие Привлекательные Все Пивасы Ну Если бы Блин Хотя бы Было Вкусно Пить Ну Я Не знаю Если У меня Вообще Пиво Кончится Интересное Мне Нужно Будет Так Небудь Закликбейтить Я Может Возьму Че Небудь У Бернинга Вот Но Опять Так Как Показывает Практика На Моем Канале Я Не Сказал Что Бернинг Силепросмотра Набирают Не Сегодня Вообще Прям Однозначно Хорошего Пива Нет Ну По Вкусу Вот Это Самое Более Менее Но Если Было Почище Не Вот Так Вот Здесь Вот Тоже Начинается То Что Там Оседать Густышка Вот Решил Показать Вам Что Было На Дне Стакана Пива С Пепперони Выглядит Так Будто Кто Пачку Вискосов Стакан Не Высыпал В общем Я Это Пиво Решил Тоже Вылить Пишите Ребята В Комменты Пробую Не Пробую Пиво От Пивоварни Бернинг Как Вам Вообще Их Продукция В целом Оставляйте Комментарии Помогите Помогите Сделать Контент Лучше Чтобы Вы Хотели Какое Пиво Сделать Обзоры На Что Уделить Больше Внимания Возможно Да И В целом Запасайтесь Таблетками От Эпилепсии Впереди У нас Еще Очень Много Интересных Обзоров Куча Пива Со Всякими Коллаборациями С музыкантами Это Те Крепкие Сталоты Для которых У меня Все Никак Руки Не Доходят Есть У меня Еще Одна Идейка Будем Скоро Сравнивать Просроченные Просроченные Неепашки В общем Идей Пока В общем И целом Хватает Такие Дела Ладно Ребят Спасибо За Просмотр Удачи